Что такое власть и кто ее представляет? Зачем нужны депутаты и какие решения они принимают? Об этом лицеистам рассказали на экскурсии в администрации города. Подробнее расскажет Татьяна Коломеец. Как устроена администрация города? Из чего состоит рабочий день муниципального служащего? Какие решения принимает городская дума? Лицеистов посвятили во многие тонкости работы органов местного самоуправления. Вот есть городская дума. Это законодательная власть в нашем городе, которое принимает постановление, в рамках которого живет наш город. Ученикам социально-экономического профиля такая встреча особенно полезна. Многие из них – будущие студенты гуманитарных и финансовых вузов. И если раньше они думали, что слишком юны для важных решений, то сегодня узнали, что с идеей по улучшению жизни в городе может выступить каждый. Им рассказали о проектах бюджетной инициативы граждан, о дне самоуправления и портале «Живем на севере». Узнала, что люди работают здесь очень долго, и это достаточно сложная работа. Поэтому, скорее всего, именно в такой сфере я бы не хотела работать, но с экономикой свою жизнь я все же связала бы. Я бы хотела поступить на менеджмент. Кстати, задуматься о работе в администрации десятиклассники могут уже сейчас. Их приглашают пройти практику после получения диплома о высшем образовании или поучаствовать в конкурсе на замещение вакантной должности. Еще одна возможность проявить себя и реализовать собственные проекты – работа в Молодежном совете при главе города. В рамках деятельности Молодежного совета у ребят будет возможность погрузиться в работу администрации, понять, как работает администрация. Цель Молодежного совета не в плане вырасти из них управленцев, но, по крайней мере, дать понятиям, чтобы они поняли, это их работа или нет. В возрасте, когда старшеклассники только определяются с делом всей своей жизни, такие встречи особенно актуальны. В этом уверены все участники сегодняшней встречи. Татьяна Коломец, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.